Здравствуйте дорогие друзья, на связи Юрий Садди Тельманов и сегодня мы поговорим про то, законно ли что в магазине не дают бумажный чек. Подписывайтесь на мой канал. С недавних пор, в связи с ухудшением поставок, магазины не могут получить достаточное количество печатной ленты. Конечно, такая проблема беспокоит не только продавцов, но и покупателей. Все чаще после оплаты товаров вы не получаете чек. Безусловно, нельзя перекладывать свою вину на магазин, однако, несмотря на это, как теперь покупателю узнать в своей съедении о том или ином продукте и его цене после оплаты. Ведь часто случается, что сумма, написанная на чеке и ценнике, не совпадает, при этом зачастую невыгодную для покупки сторону покупателей. Сейчас я разберусь, что делать в том случае. Вы произвели оплату на кассе, однако никто не спешит выдавать вам чек. Следуя федеральному закону номер 54, после оплаты от покупателя кассир должен выдать чек или отчет в бумажном виде. Если такого не случилось, то продавец получит штраф. Сумма более 30 тысяч рублей по кооп статье 14.5. Занимается доволомными вопросами ФНС, то есть Федеральная налоговая служба. Туда вы имеете право отправить все ваши недовольства относительно нарушенной такого типа. Тем не менее, налоговая служба понимает, что отсутствие чеков вызвано нарушением поставок, о чем они уже дали официальное разъяснение. В обращении написано, что кассиры, которые не могут выдать чек, не понесут наказание в случае исполнителя двух критериев. Стоимость покупки озвучена на кассе. Чек не могут выйти не в связи с тем, что ленту забыли купить, а по причине дефицитности. Следовательно, можете отправлять жалобы в налоговую, если не получили чек. Однако вряд ли кассир получит штраф, если выполнил все условия. Что делать покупателю? Важно понимать, что для покупателя важным фактором является не штраф для кассира, а получение чека, который свидетельствует о покупке и включает в себя всю необходимую данную о его цене. Как это сделать, если на кассе нет ленты? Вы вправе запросить у кассира чек в электронном виде. По федеральному закону номер 54, электронный чек 100% карате бумажного. Так какой чек имеет ту же информацию, что и бумажный аналог? Продавец должен выдать его, если до оплаты покупатель сообщил, что хочет получить электронный чек, а также сообщил свой номер телефона или электронную почту. Вы также имеете возможность получить электронный чек через мои чеки онлайн. Это приложение, через которое вы можете получить чек, если дадите кассиру всю необходимую информацию. Если у вас нет условий, чтобы получить чек в электронном виде, вы можете запросить у кассира товарный чек. Это некий бланк, который иногда выписывают дополнительно к обычному чеку. Он включает в себя всю необходимую для вас информацию, стоимость названия товара, время покупки и прочее. Продавец должен расписаться, чтобы сделать данную бумагу документом, которым при необходимости можно воспользоваться в суде. Если вам откажется давать такой чек, вы смело можете обращать в регулирующие органы. Конечно, чек важен, но в свете последних событий есть более важные вещи, о которых стоит переживать. С вами был Юрий Садидельманов. Подписывайтесь на мой канал.